Баскетбол Совсем недавно прошел турнир UFC, где в главном событии вечера Встретились один из лучших полусредневесов в истории Бывший чемпион Тайрон Вудли И набравший обороты Гилберт Бернс Этот поединок имеет свою историю И он сопровождался неплохим треш-током в его преддверии И думаю, что он идеально подойдет для рубрики За слова нужно отвечать Но все-таки впервые, ну за другие ролики, которые я выпускал по этой рубрике Парень, который больше всего болтал, выиграл И причем не просто выиграл, а сделал это в уверенной манере Друзья, с вами Страйкер И сегодняшнее видео будет посвящено Противостоянию Бернса и Тайрона Вудли И как Бернс все же ответил на свои слова Погнали! 14 марта Гилберт Бернс встретился против Дэмиана Майи И одержал победу жестким нокаутом в первой же пятиминутке Изначально через неделю должен был состояться поединок Тайрона Вудли Против Леона Эдвардса Но из-за распространения болезни Турнир, который планировали провести в Англии Отменили и было решено провести карт в Америке Но Эдвардс не смог бы в таком случае участвовать и выбыл из турнира Неожиданно для всех активизировался Колби Ковингтон И он был готов выйти на замену И Вудли это устраивало, ведь у них была серьезная история с кучей трештока Но также на слуху был еще один боец, который любил принимать бои на коротком уведомлении Это вышеупомянутый Гилберт Бернс Погнали, Дана Уайт, я подерусь с Вудли выходные Поставьте меня в карт турнира Вудли Бернс Тайрон, подписывай контракты вперед! Но вся суть в том, что между Вудли и Ковингтоном реально было много чего личного Колби наговорил много всякого в сторону Тайрона и избранной Желал спросить у Ковингтона за слова Но по слухам Колби запросил откровенно неприличные деньги И поэтому UFC перестали рассматривать его как потенциального противника Но Вудли все-таки наставил на хаосе, понятно почему Бернс же принял такие действия от бывшего чемпиона, как трусость Позор этому бывшему чемпиону! Он сказал, что готов убивать Нет, это не так На самом деле ты не хочешь войны До скорой встречи, Вудли! Спасибо Дане Уайту, Шону Шелби и моему менеджеру Али Абдальазизу За то, что вы пытались организовать этот бой Я всегда готов драться, но эти парни слишком много говорят Но все-таки турнир 21 марта был полностью отменен И вот как Тайрон обратился к фанатам ММА Фанаты, мне жаль Меня это раздавило Я написал Дане Уайту, что готов встретиться с Бернсом только в эту субботу Только После чего мне сказали, что весь турнир отменен Вместе мы все преодолеем Не будьте легкомысленны Когда вернемся, дело будет между мной и еще чем пощечины Ковингтоном Не хочу слышать другое имя Понятно, что Вудли принципиально хотел встретиться с Ковингтоном И заставить его ответить за слова Но все же Бернс продолжал выпады в сторону Тивуда И понятно почему Ведь победа над бывшим чемпионом должна гарантировать ему титульный шанс И позже бразилец опроверг слова Вудли о том, что он был готов драться с ним Он лжец Он отказался от поединка со мной несколько раз Я не тот, кто любит всякое о людях говорить Но этот человек лжет Он знает об этом, а с ним знают Дана и Шон Шелби Он отказался со мной драться, чтобы заставить UFC организовать ему бой с Колби Затем мы не пытались приложить ему РДА Но он и с ним не желал делить октагон Он знает, что у меня есть партер и нокаутирующая мощь Поэтому он избегает со мной поединка Он не хотел со мной биться Он лжец В скором времени ситуация в UFC вовсе становилась ужасной Ну и как вообще во всем мире Долгожданный поединок Хабиба и Тони был сорван И из-за того, что многие, кто участвовал в турнире UFC 249 Находились за пределами США Нужно было менять карт Чтобы укомплектовать его максимально крутыми боями Рассматривался поединок Тарана Вудли в этом карте И сам Тивуд хотел снова же бой с Колби Но Бернс вновь ответил бывшему чемпиону на подобные заявления Просто хочу, чтобы вы, ребята, знали, что насчет UFC 249 я в деле Дал своей команде менеджера вправо организовать мой поединок Я тренируюсь как машина и готов переехать любого Что скажет UFC? Колби или нет? Вы, ребята, дадите этому делу ход Осталось-то две недели Поединка с Ковингтоном не будет, и он об этом знает UFC сообщили ему, что из топ-6 бойцов доступен только я Он говорил, что хочет драться с Колби Однако ему четко ответили, что Колби не готов И сейчас он продолжает разыгрывать сцены в соцсетях Мне это не нравится UFC 249 был позже отменен и перенесен на май Но Бернс не остановился И будто вошел в кураж, продолжая провоцировать Вудли Гилберт посчитал, что Тайрон в очередной раз отказался от поединка с ним Какого черта? Эти парни так сильно от меня уворачиваются А ведь раньше он был суперкрутым парнем А где сейчас этот парень? Ну ладно, теперь он рэпер Пожалуйста, просто деритесь Я или кто-нибудь другой, просто деритесь Кстати, ты худший рэпер в истории ММА Через время бразилиц заливает весьма странную фотографию в твиттер И говорит, что все же Вудли согласился на поединок И в итоге Тайрону и вправду надоели все эти выпады Бернса И после того, как в очередной раз был заведен разговор об этом поединке Вудли сказал, что готов принять его И теперь наконец-то Тивуд сказал что-то в сторону Бернса Я хочу делать со своими противниками разное дерьмо Ставить их в опасное положение и причинять им урон Я говорю об уроне в буквальном смысле Я не знаю, был ли я когда-нибудь настолько сфокусированным Бой с Бернсом это классическая история о том Когда человек о чем-то просит, не понимая, что его ждет Болельщикам будет очень жалко Бернса Бразилист был рад, что Вудли принял поединок И даже назвал Тайрона достойным противником Но в итоге продолжил делать то, что и раньше Я считаю, что представляю большую угрозу для Тайрона Вудли И мне нокаутирующая мощь такая же, как и у него Я думаю, что смогу защищаться от его попыток провести тейкдаун Но если он даже и переведет меня То мы окажемся в моем мире Бой со мной плохой матчап для него Вот почему с самого начала он не хотел нашей встречи Я готов к лучшей версии Тайрона И я действительно готов продемонстрировать свои навыки Разумеется, он избегал поединка со мной Если он победит, то он победит бойца, который только недавно пробился в топ-10 Но если я побью его так, как я планирую То это станет настоящей катастрофой для Тайрона Вудли У него минимальные шансы снова стать чемпионом Я очень уверен в себе Мой последний бой состоялся в марте Его последний бой был в марте 2019 И ему тогда надрали задницу Я бился в марте и победил Плюс я моложе Я тренируюсь с лучшими в мире И сейчас я как никогда уверен в себе Тайрон Вудли после анонса Также принялся раскручивать данный поединок Я буду говорить Бернсу всякое дерьмо Буду толкать его в лицо, бить кулаками После того, как я оставлю его в клетке Все будут говорить Черт возьми, почему в UFC вообще свели его с этим чуваком Это же мисс матч Это просто нечестно Я быстрее, чем Бернс У меня более длинные руки Я не боюсь переводить его в партер Тебе не удастся заставить меня сдаться, чувак Меня не волнует, кого ты там побеждал с обмишинами Я не такой, как другие парни Если я захочу провести тейкдаун Бернс окажется на спине Если я захочу его нокаутировать Я это сделаю Если я захочу его вымотать Бернс устанет И последние слова бразильца звучали так Я думаю, что он чересчур уверен в себе Он будет шокирован Я пойду вперед и буду оказывать давление Я знаю, что у него хорошая защита тейкдаунов Но я буду пытаться перевести его Буду тяжело бить и оказывать прессинг Я сделаю из этого грязный бой Не могу дождаться Ти Вуджи высказался достаточно странно Ведь после поражения ему точно было, что доказывать Мне нечего доказывать Я и так величайший Все давление на нем Это он нес все это дерьмо Он откусил кусок, который ему не под силом проживать Не надо бросать вызовы, которые ты не можешь вывести Сейчас ему предстоит выйти против мотивированного Сфокусированного Тайрона Вудли И отвечать за каждое сказанное слово А мое резюме доказывает, что я отвечаю за слова Поединок вышел полнейшим D-классом в одну калитку Бернс доминировал в этом поединке от начала до конца Сначала он забрал первый раунд 10-8 Отправив Вудли в нокдаун и чуть не задушив А последующие раунды, как он и обещал, оказывал давление Бернс буквально проехался по Вудли И совершил неожиданный обсет Конечно, люди могли предположить, что Гилберт победит Но не таким D-классом Бернс это довольно редкий случай того Когда боец много болтает перед поединком Но выходит и делает свою работу И не просто делает, а убирает одного из лучших полусредневесов в истории В доминирующей манере Мне кажется, даже Усман не так жестко избил Вудли, как Бернс Что вы думаете насчет этого поединка, друзья? Я был за Тайрона и надеялся на его победу Ведь Бернс много болтал И я думал, что ответить за все слова он не сможет Но как итог, бразилец ответил за каждое слово И сделал все, что говорил до боя Мои поздравления Бернсу И как по мне, он реальная угроза Камару Усману Если учитывать, какой стиль у бразильца Ну что же, друзья, что есть, то есть Ну что же, дорогие друзья, а на этом наш ролик заканчивается Если он вам понравился, то, пожалуйста, подпишитесь на канал И поставьте лайк под этим видео И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео А с вами был Пол, и вы были на канале TheStrikerMMA До скорых встреч, дорогие друзья Увидимся в следующих видео